В России отправили в армию рекордное за 4 года число призывников и понимаем, что это только лишь начало. А жены мобилизованных Путину пожелали сгореть в аду. И не только это. Обо всем этом и не только. Разговариваем просто сейчас. Зовут меня Ирина Узлова, Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Русь сидящая» вместе с нами сегодня. Ольга, здравствуйте. Рады вас видеть. Здравствуйте. Очень рада. Хороший посыл жен мобилизованных. Не могу сказать, что они мне прям нравятся. Но их риторика, конечно, такая адресная Путину. Мы тоже ему все это желаем. «Х**йте в аду», говорят они. И надеются, что Владимир Владимирович и виновные в тысячах сломанных судей. Правда, они, конечно, сами отправляли своих мальчиков, но тем не менее. На Новый год не захлебнуться от крови наших ребят, которая заполненная до краев в их изящном бокале. Говорят жены мобилизованных в очередном опрощении главе террористического государства Российской Федерации. Мы знаем, что сейчас губернаторы их прищемляют или давят, чтобы они сильно не выходили. Как вы полагаете, Ольга, насколько далеко и глубоко и сильно готов зайти Путин, если все-таки губернаторам и остальным представителям криминомского режима не удастся подавить этот негативный горящий фончик в преддверии его путинских перевыборов? Вы знаете, я сегодня получила письмо из Москвы. Моя подруга здешняя, берлинская, которая давно живет в Берлине уже, она вернулась в Москву по делам сейчас на Новый год. И она очень внимательная девушка, она юристка, и ее письмо, знаете, меня совершенно потрясло. Я вам ее зачитаю, потому что мне кажется, вот это за счет терпения, это какие-то новые краски. Оля, я сейчас в Москве, я просто даже не знаю, как сформулировать. Поддерживают войну практически все. Народ и простой, и интеллигентный. Все очень спокойно относятся, скоро победим и тому подобное. Цены выросли сильно, но все в огнях, красиво, все работает, и все очень вежливые. Это просто какой-то титаник. Подруга думает двух сирот из Донбасса взять под опеку. А таксист, который только со СВО вернулся, рвется обратно. И расстраивается, что его сестра, которая в Германии переводчиком в полиции работает, с ним уже несколько лет не разговаривает. И нужно понимать, что в Москве не просто все хорошо, а очень хорошо. Не у всех, конечно, но у большинства. Создается впечатление, что, в кавычечках, мы все правильно делаем, а они нас все ненавидят. Эти тупые санкции про машины, про другое, про отбор шампуня на границе. Ее муж в шоке от друзей. Траваи ходят празднично украшены гирляндами. Снег везде убирают. И все надели меха в стиле «I'm just a simple Russian girl». Здесь вся жизнь во всех проявлениях лучше, чем в Берлине, за исключением вот этого вот. Народ сделал свой выбор. Это видно. Везде бесконтактная оплата по штрих-коду. И вот что я думаю. Мне, как молодой мамочке, вот здесь, в Москве, удобнее жить. Для детей абсолютно все есть. Несопоставимо с Германией. У меня только один вопрос. А зачем это все нужно, если через 18-20 лет мальчиков все равно на каком-нибудь СВО поведут на убой? И вот еще программа «Московское долголетие». Любой досуг на высшем уровне для пенсионеров. То есть это вот лояльность и гирлянды. Понимаете, они поменяли свободу и чужие жизни на гирлянды. Не думайте об этом. Меня все время поражает, что все меньше и меньше откликов на очередные чудовищные посадки. Вчера в Москве, вчера посадили двух участников Маяковских чтений. Двух молодых поэтов. За что? Где-то на 7 лет. Сегодня посадили Ксению Фаддиеву, молодую женщину, которая была главой штаба Навального. И вообще-то сбиралась местным депутатом. И такая тишина, тишина в пабликах. Все на них наплевать, потому что а кто эти люди? Эти люди те, кто мешают наслаждаться жизнью. Кто такой Игорь Барышников, пожилой, довольно политзаключенный, у которого сейчас обнаружили рак, и у него вот сразу были проблемы с мочеиспусканием, потому что он что-то делает, который забивается, который нужно все время менять. У него сейчас почерпят руки, грибок, и он умирает в зоне, к нему не допускают врачей. А сейчас Новый год, вообще, конечно, никто не придет. Этот человек пожертвовал своим здоровьем, своей свободой, написав два поста. Один про Бучу и один просто антивоенный в поддержку Украины. Понимаете, вот эти люди мешают остальным наслаждаться гирляндами. И эти жены мобилизованных очень быстро поймут. Они очень быстро поймут, что их не то, что Путин не слышит, а их никто не слышит. Они никому не нужны. А я вот тоже, Ольга, не поверите, задаю вопрос. У меня есть рубрика с Борисом Тизенкаузем, нашим политехнологом. И я вот сегодня, обсуждая и с ним эту тему, говорю, а неужели вот некоторые российские политологи оппозиционные говорят, что, мол, не может Путин на них кинуть 100 полицаев, потому что это создаст возмущение и протестное настроение еще больше в обществе. А я вот тоже говорю Борису, так разве кто-то заметит, разве всем не все равно? Он может и тысячу полицаев отправить на 20 вот этих жен. И что? И ничего ведь не будет. Может быть, людям не все равно, но они заключили такой негласный договор. И с властью, и, наверное, сами с собой. Что мы не хотим ничего знать. Не про то, что происходит на самом деле внутри страны. Не про то, как вот сегодня Украина встретила утро. Чудовищное утро. И ведь тоже вот в российских пабликах сплошные гирлянды. Так они радуются, Ольга, они говорят, что это они знают, и они радуются, говорят, мало, надо ежечасно. И радуются, что это такие подарки украинцам под елочку. Вот реакция россиян. И понимаете, вот у меня это не укладывается вообще в голове, как люди могут желать смерти совершенно незнакомым людям. Но как незнакомым людям? Действительно же у половины России есть либо корни украинские, либо родственники, кто-то женат, кто-то там родился. И это вот так. А сколько мы занимаемся с заключенными украинскими, с заключенными похищенными, с просто гражданскими людьми похищенными, с военнопленными. И когда мы находим человека в зоне или в тюрьме, в СИЗО, вот украинцы есть в СИЗО, у него приговор, и мы переписываемся, допустим, с мамой, и я понимаю, и мама понимает, что мы хотим, чтобы его не послали в Хабаровск, или мы не хотим, чтобы он остался на оккупированных территориях, например. Ну пусть где-нибудь в Смоленске, там, я не знаю, или в том же самом Калининграде, вот в Калининграде, реальный случай, вот с мамочкой мы сейчас переписываемся, и говорю, ну есть родственники в России? Говорит, есть, есть. Есть его дядя там и еще кто-то там, ну какие-то довольно близкие родственники, двоюродный брат, например, и дядя. Вот живут в Калининграде. Говорю, очень хорошо. Они могут написать заявление во все, что они родственники, и поэтому просят посадить его ближе к себе, да, и чтобы они могли передавать передачи. Ладно, это мы будем передавать, но просто чтобы его перевели в Калининград. Она говорит, я не могу написать, потому что они за Путина, за войну, и они такого заявления не напишут, мы не разговариваем. Понятно. Вы представляете, вы представляете, это украинцы, это, я не знаю даже, я даже не спросила с русским паспортом, что не река с русским паспортом, но это близкие родственники. Это вот дядя украинского солдата, который не собирается никак не помогать, не писать, ничего. Это вот отравление, отравление Путиным. Настоящее отравление Путиным людей, пропагандой, и это, конечно, я не знаю, я не знаю, тут что хуже. Или, вы знаете, вот сегодня разбирались с одной зоной в Нижнем Тагиле, туда привезли трех украинцев, украинцы, спорта Украины, они получили сроки 10, 12, 14 лет, и это закладчики, наркотики. И они получили срок в 17-м году. Ну, давно, давно. И они не имеют никакого отношения, конечно, к никакому партизанскому движению, но это просто обычные преступники. Какая разница, какой у них паспорт. А сейчас им начали предъявлять еще одно обвинение в пособничество терроризму. В общем, только потому, что они украинцы. Да, это же сразу просто, да. Мы так рождаемся террористами. Огромного срока, но при этом есть вариант, которым предлагают. Идти воевать. Идти воевать против Украины. Из троих один пошел. Вот как? Вот что? Да, ответа нет, конечно, на этот вопрос, я полагаю. И что бы что? Это преступление, конечно. То, что делают с людьми, это преступление. Причем я понимаю, я понимаю, на самом деле, что да, возможно, тут вопрос этого курица и яйца, да, что первичней. Сначала был Путин, и он испортил народ. Или это испорченный народ захотел и выбрал Путина, и он ему очень нравится. Тут курица и яйцо, и тут, я думаю, движение на встречу совместное. А вот как можно было испортить украинцев, которые волей и судей показались в России? Конечно, не всех. Конечно, далеко не всех. Конечно, многие просто молчат, или так уж жизнь сложилась, да, что они живут на территории России и вот так во время войны. Конечно, далеко не всех. Вот из всех же самых вот троих заключенных двое сказали нет, прибавляйте нам года. Но, согласитесь, это такой выбор бесчеловечный. Ну, так в России же просто страна без выбора. Там всегда выбор без выбора. Они такими методами и действуют. Ольга, все-таки, ведь если сильно перекручиваешь любые гайки, любые механизмы, то это все может лопнуть и дать трещину. Неужели нет того предела, до которого Путин будет закручивать свои репрессивные гайки, из своей репрессивной машины, чтобы она или не лопнула, или не поехала в обратную сторону против него же самого? Ну, вы знаете, конечно, изменения, серьезные изменения, потрясения в России абсолютно неизбежны. Тут ничего не поделаешь, что называется, тут врагу не пожелаешь, что будет со страной, это очевидно, к сожалению. И мне кажется, нельзя этого не видеть. Вопрос, когда? Да, когда это рванет. То, что рванет при нашей жизни, то, что мы с вами увидим, то, что рванет не так уж, на самом деле, не скоро, это да, да, Россия беременна гражданской войной. Безусловно. Причем это гражданская война между хорошими белыми и еще более хорошими красными, или наоборот. А это будет борьба красно-коричневых с коричневыми. Вот что такое. И на самом деле, конечно, прошло давно, прошло то время, когда могли быть какие-то изменения, можно сделать терапевтическим способом, потом хирургическим способом. Сейчас уже никаким способом этого не сделать. Все слишком далеко зашло. Слишком далеко зашло, а главное, что будет идти дальше. Я вот когда разговариваю вот сейчас с украинцами, слава тебе, Господи, просто прибавляется. Я бы сказала, мы хороших знакомых. Я очень боюсь говорить слово «друзья», потому что это не от меня должно идти. И когда мы разговариваем, мы как-то все время говорим о том, что Путин же в любую секунду может пойти на Киев. На Киев, на Харьков, на Львов. И мне кажется, и не только мне, что это у него и в планах, и в голове. Да, да, в больных влажных фантазиях. Я тоже так говорю. Они же так как бы не скрывают. Да и Финляндии грозят проблемами, и не только. Но сейчас мы констатируем, наша разведка, что режим Путина, основанный на таком силовом варианте и силовом базисе, и ресурсе, он действительно пока что стабилен, что критической массы населения, которая выступала бы за остановку войны, ее действительно нет. Говорит об этом Ольга, наш заместитель главы управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Но при этом он, ссылаясь на данные нашей разведки и социологические вопросы, насколько они вообще, конечно, могут быть сильны на территории Российской Федерации, все же говорит, что если в январе-феврале в начале этого года, 23-го, 60% населения РФ выступало против мобилизационных принудительных мероприятий, то по состоянию на декабрь этот процент уже 69. А насколько это увеличение 9% есть велико за год? И будет ли оно увеличиваться, когда Путин после своей переинтронизации в середине марта, он же опять эту машину мобилизации поставит на полную зарядку? Ну вот смотрите, я вот так объясняю, 9%. Вот это те же самые жены мобилизованных. Когда забрали их мужей, я полагаю, они были довольны. Потому что это деньги. Конечно. Конечно, конечно. Это деньги, это подачки, это подарки, это слава и так далее. И вот они эти 9%. Прошел год. Теперь они недовольны мобилизацией. Мобилизация все та же. Барана принесут или кусок плиты. А это не устраивает такая замена? Вот почему-то не устраивает. Почему-то вот никак не устраивает. Мы недавно обсуждали, что тут мобилизованно на вашем канале. Инвалиду, которому там оторвало все на свете, вместо протезов, вместо денег принесли два ведра моркови и мешок лука. Собственно, и все. Это вот помощь, да, вот подарки. И да, нужно понимать, что никак иначе Родина это оценить по-другому просто не может. И это вот цена. Цена вашим так называемым подвигам. И красная цена, я бы сказала. Красная цена. Ну, знаете, сейчас становится все сложнее и сложнее держаться за какой-то моральный стержень. Вот вы знаете, я сегодня ломала голову весь день. Что делать? Вот обратился зэк. Он записался, да, записался добровольцем. Вот он ушел воевать. Повоевал. Он повоевал. Он еще как повоевал. Избежал. Избежал. Сейчас, значит, прячется по стране. И, значит, спасите, помогите. И я не знаю, я сама с собой разговариваю уже сутки. И я не могу договориться сама с собой. С одной стороны, конечно, хорошо, что он сбежал. Очень хорошо. И надо бы приложить усилия, чтобы он на войну больше не возвращался. А с другой стороны, это же преступник. Преступник даже не в смысле того, что он совершил преступление, не отсидел, и вот он, значит, на свободе. Но и то, что он добровольно воевал в Украине. И что ж я буду помогать дважды преступнику? А не помогать, его опять туда заберут. А вот что делать? Вот скажите мне. На самом деле, я попрошу, конечно, наших зрителей мне помочь принять решение. Я обязательно почитаю комментарии. Я не знаю, что делать. Вот как бы вы поступили на моем месте? Да я тоже как-то теряюсь в выборе. Возможно, помогут нам. А интересно, а вот такие люди, они не теряются в своем выборе и совести? Нет, у них все нормально, у них все хорошо. Это все очень таких вот в рамках золотой рыбки. Или там в рамках, да, хорошо бы с киской, хорошо собачку. Где хочу пописать, а где хочу покакать. Ровно то же самое, да? Ровно то же самое. Вот сейчас вот не захотел сидеть в лагерь, надо идти на войну. А, пошел на войну. Ой, что-то на войне не так. А, сбежал. А вот теперь спасите, помогите. А до этого также совершаются преступления. Захотел ограбить, ограбил. Захотел изнасиловать, изнасиловал. Захотел пойти на войну, пошел. А вот последствия этих поступков, они вот как-то вот очень коротко укладываются в биографию, в голову, в жизнь и так далее. Нет никакой, извините за выражение, рефлексии. А я не знаю, как еще описать такое поведение. Такое поведение простейших, я бы сказала, да, членостоногих. То скорее, может, вопрос уже об уровне его ответственности. Как преступник какого рода он должен понести, наказание будет по жизни. Ну да, при этом никаких попыток задуматься о том, в чем он принимает участие, о жизни, о том, что он делает, никаких попыток нет. Никаких попыток. Их и не будет, по всей видимости. И не только лишь у него. Как вы полагаете, Ольга, в следующем году может возрасти количество дезертиров с рядов российской оккупационной армии? И что на это может повлиять, какие факторы? Ну, вы знаете, я надеюсь, что дезертиров будет больше. Вот опять же вопрос, и что с ними делать? А будут дезертировать эти самые мобилизанты, которые полтора года уже воюют. И как? И как? Что делать? Кому зачем? Помогать? Не помогать? Помогать, спрашивать, скольких ты убил? Не помогать, чтобы их назад отправляли? Вот тоже, черт его знает. С дезертирами вообще, конечно, очень сложный вопрос. И мне кажется, здесь, конечно, ответить без украинской стороны я не смогу. Я не смогу. Это вам решать, что с ними делать. Не знаю. Надеюсь, что больше будет сдавшихся в плен. Несмотря на то, что Украина их кормит. Кормит, поет, одевает, сторожит, лечит. Ну, по крайней мере, здесь нет такого морального выбора. Да, сдался в плен, да, есть конвенция по обращению с военными пленами. Все, точка. С ними решили, что делать. А все остальное – вещь такая совершенно нерешаемая. Все, на самом деле, зависит, конечно, от того, как будут дальше разворачиваться военные действия, ситуация на фронте, разумеется. Я вообще очень рада, что в этом году западные партнеры, да, пресловутые, все-таки начали кое-где, кое-кто, но голоса уже довольно громкие раздаются. Все-таки по поводу того, о чем мы с вами говорим уже почти два года. Что Украина своим телом заграживает Запад от Путина. В конце концов, вот в Берлине начали уже говорить о том политике, что да, возможно появление путинских дронов в небе над Берлином. Возможно? Возможно. Начали говорить аналитики НАТО, что в ближайшие 10-15 лет возможен конфликт, собственно, всего западного мира, стран НАТО с Россией. В течение 10-15 лет, это в 2024 году, это же тоже в течение 10 лет. От одного до десяти. И уже эти голоса слышны, уже эти голоса слышны, хотя, конечно, еще слышнее голоса прекрасно душных борцов за мир. Я вот только, Ольга, сорвали мой вопрос с головы, хотела спросить Голландия, кстати, тоже говорит полторы тысячи километров, мы следующие. А чьи голоса более активны и более слышны, и что тоже может этот градиент их гучности регулировать? Ну, понимаете, абсолютно все поддерживают Украину. Ну, то есть, 99,9 в периоде. Если даже в какой-то момент леваки были против поддержки Украины, везде выступали там, если с них он зря крик, это не наша война, то сейчас уже и они так, в общем, попритихли, и говорят о необходимости все-таки помощи Украины, о том, что она защищает Запад именно от Путина и путинских, ну, это леваки там, олигархов там и так далее и тому подобное. Все-все за Украину. Вопрос, как за Украину? Знаете, одно дело быть за Украину, как, например, Гевлинский. Ах-ах-ах, голубь мира. Давайте Украина не будет вступать в НАТО, не будет вступать в Евросоюз, пусть отдаст все земли Путину, ну, и тогда, конечно, мир. Да что вы говорите? Вот это и есть мир, да? Это не есть мир. Да, он бы Путину лучше бы сказал, чтобы он свои войска оккупационные, полмиллиона отсюда забрал, и оружие свое, и все. Вот это, может, был бы мир. А что-то ему не рискнет, да? Боится повторить судьбу Навального и других? Ну, таких даже кишка тонка. Именно так. И таких вообще и на Западе много, которые говорят, ну, 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 давайте уже мирись, 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 и больше не дерись. Да, свои бы дали территории куски, а что-то не хотят никто, да? Ну, покажите примером своим вот таким. Ну, это во-первых. А во-вторых, да, Украина, так же, как и Россия, но мы сейчас говорим именно про Украину. Украина, жертва агрессора, теряет каждый день, да, десятки жизней, это жизни лучших людей Украины. Это все совершенно понятно. И западные политики, которые говорят, что давайте мириться, они, конечно, потрясают именно этими жизнями. Именно этим, что давайте вот не будут парни и девушки, и женщины гибнуть на этой войне. Давайте, в конце концов, жизни дороже территории. Так будут гибнуть, потому что небо, они запускают вот утром и в ночь на 29 декабря 160 почти разного рода летающих объектов. Это будет, это будет продолжаться, и будут гибнуть не только украинцы, а и представители других стран Евросоюза так точно, потому что мы с вами возвращаемся, он же пойдет дальше, чего он тоже не замалчивает. Конечно, понимаете, это все происходит вот 29 декабря, когда никто, никто в Европе, в Америке не смотрит новости и не смотрит телевизор. Рождество. Это дело важное. Но я очень надеюсь, я очень надеюсь, что я очень надеюсь, что голос Украины все-таки будет услышан, так он был услышан. И ведь действительно мы с вами говорили два года назад, да, два года назад небо закройте, закройте небо над Украиной. И два года назад речь шла о том, что НАТО может, в общем, легко разрушить, например, российский Черноморский флот. Легко. А делает это Украина. Да. Без флота. И как? А Путин-то и Шойгу потратили 2,4 миллиарда долларов, чтобы Крым укрепить за эти 10 почти летних законной аннексии. На ПВО там тоже как раз тратили. А что-то не получилось. Разворовались, что ли? Ну, не без этого. Это все-таки главная российская забава. Это тоже такая плата Путина за лояльность. То есть вы можете воровать, но быть лояльными. Это тоже, в общем, вполне себе такая договороспособная игра. Такая договорчик. Да, пожалуйста, воруйте, но будь лояльными. Ну, так, да. Как раз все как по подворотне, по законам подворотни. Ольга, вот еще деньги бессмысленно на многое тратит и их разворовывает. 1,2 миллиарда ушло как раз на вот эту ракетную и дроновую атаку, комбинированную приблизительным подсчетом на наши головы. Но мы каждый день видим, как Россия живет в бараках вместо домов, в разрушенных клозетах из трех досок, как яйца Эрдогана, Азербайджана, всех уже везут, потому что свои втридорого, если они вообще там остаются где-то по регионам. А вот эти 1,27 миллиарда долларов, а не лучше бы было их не нам на головы в виде кровавых ракет, которые забирают в жизни десятков людей и сотен раненых. Может, их вложить бы во что-то было? Почему? Почему бы этим не заняться? И когда смотрят вот эти из клозетов, ну, все-таки же они что-то читают и видят хоть когда-то, им это никак не беспокоит? Они будут продолжать радоваться и просить еще больше убивать нас? Вы знаете, да. Вы знаете, да. Это вот очень странный ответ. Это очень странная логика. Да. Представьте себе, вот бывшим советским людям, которые сейчас живут в России, гораздо более важно, ложнопонятые величие страны. Для них величие страны это чтобы нас всех боялись. Чтобы нас все боялись. Чтобы... Но мы не боимся. Опять пошло что-то не так. Понимаете, ведь кто герой? Герой тот, кто входит тянем в кабак и все шарахаются. Вот молодец. Да. Вот это вот, да, мужик. Все боятся. За бабой с топором бегает, там дети под лавкой сидят, милиция страной обходит. Вот народный герой. Так оно работает, значит. Понятно. Здесь даже уточнений не будет. Я не то чтобы сомневалась, но все-таки хотела проговорить это вслух. Чтобы те, кто возможно из клозетов кто-то смотрит, нас многие смотрят и в России, возможно задумаются. Не уверена я и в этом, конечно, но все же. Ольга, еще пройдемся по армии, пожалуйста. Значит, рекордное число за 4 года призывников отправили 130 тысяч. В 2019-м только лишь вооруженные силы РФ отправляли 135 тысяч новобранцев. И вот в последующие годы было по 120, тут увеличил. Не то чтобы существенно, но все же. Даже не в цифре дела. А какая судьба вот этих призывников? Их куда-то потом отправляют, их на что-то еще экономят? Как вообще происходит эта система и дележка живого мяса? Ну вот видите, мы с вами стали свидетелями. Буквально вчера нам сказали, что среди погибших в Крыму при потоплении корабля оказывается, были призывники. Вот, например, судьба призывника. Так же, как на кресле Москва были призывники. Нет, призывников, конечно, стараются не отпускать. Их стараются перевести на контракт, стараются за армию не отпустить, потому что, ну что ж, их год-то держали. Естественно, ну и призывников все-таки держат поближе к линии фронта. Мамы ли что? Пригодятся. Как мы прогнозируем, в конце марта Путина мобилизацию в открытую будет увеличивать действительно или не будет в этом необходимости? Или тоже будет действовать, исходя из ситуации на украинском фронте? Знаете, мне кажется, что Путин может себе позволить уже в России делать вообще все, что угодно. Уже вообще все, что угодно. Совсем. Может ли он пойти, ну не знаю, по двогоднюю ночь на Киев? Да может. Может он объявить мобилизацию? Может. А может не объявить, может без объявления мобилизации забрать всех. Частично-то мобилизация действует, а если будет забрано 99,9, так это же тоже часть, это же не 100%, не полная мобилизация. Что вы такое говорите-то? Полная мобилизация. Может сделать до выборов? Может. Может сделать после выборов? Может. Здесь у него не существует, мне кажется, уже давным-давно вот этого, а это на Новый год, а это я оставлю на после выборов. Нет. Нет. Он может позволить себе абсолютно все. Это удивительно наблюдать, как человек наглеет все больше и больше. Это удивительно. А история мутоборцев, назовем их так, показала им же самим и части российского общества, которое за этим следит, что если ты встаешь шавкой диктатора, то тявкать и лаять уже вообще не приходится. Ну, конечно. Это показательная порка кого? Части элиты. Конечно, Ксения Собчак это большая часть элиты. Конечно, Киркоров это часть элиты. Конечно, это люди из одной тусовки, из одного ресторана, из одного дачного поселка, из одного магазина и так далее, и так далее. И показательная их порка это на самом деле порка части элиты. Это показывают им. И при всем при том, что, знаете, что показывает очень интересно? Вот у тебя бриллиант на заднице, да, изумруд, как это было у Ивлеевой. Ну вот изумруд стоимостью 250 тысяч долларов. Ну вот хорошо, пусть у тебя больше ничего нет. Засунь себе этот изумруд, да, и отвали, и убегай, и уезжай. Пусть даже у тебя больше ничего нет, только этот изумруд. 250 тысяч долларов – нормальная сумма, на нее можно прожить. Нам с вами они не смогут. Они не смогут жить без ламборгини, без яхты, без... Да, они не проживут на 250 тысяч долларов и года, да, это мало. А все остальное им не дадут вывезти. Вот именно это показали, что хотите уехать, пожалуйста, пожалуйста, забирайте свой и вместе со своей задницей, да, пожалуйста, уматывайте. Вот с изумрудом в заднице больше ничего. А для них это нищебродство, крах, вот эта вот жизнь, в которой живут нормальные люди, да, обычные люди. Обычная жизнь обычных людей. Для них это конец фильма. Ну, конец фильма и их истории, конечно, у них не за горами. Как-то оно по-нищебродски продавать душу и все остальное вот за такие коврижки бункерному диктатору. Хуже, чем дьяволу, по всей видимости. Ну, конечно, разные ценности у людей, да. Для кого-то это просто деньги, а кто-то просто хочет сохранить, не знаю, совесть и рассудок. Как хорошо, что в этом мы и отличаемся. Ольга, спасибо вам, что и вы отличаетесь так же. Спасибо вам за ваши комментарии и за наши реалистичные и философские оценки. Благодарю вас, мы уже в следующем году увидимся, но это буквально пару дней и снова в этом эфире будем рады вас видеть. Спасибо вам большое за вас. С Новым годом. Всего доброго. Всего доброго. Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Руссидящая». Друзья, надеюсь, вам интересны наши разговоры. Если это действительно так, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на YouTube 24-го. Очень приятно нам, если вы это сделаете. Это поможет нашим интервью распространяться просторами YouTube. Именно так сейчас работают его алгоритмы. Ну, а мы же с вами всегда в тенденции и во времени, поэтому буду благодарна. И Ольгу Романову ищите в соцсетях «Руссидящая». Там также вы можете наш интервью посмотреть на ее YouTube. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины, никогда не придавайте своих ценностей и приходите к нам еще. Ирина Узлова была с вами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok